это наше новое шоу правильно понимаю как он его будет называться chill 2 chill неплохо давайте за лек давайте выходить хоть так не получается первый ушел всем привет о следующий мы сегодня собрались чтобы рассказать кто покидает команду это олег майами я против лев против и реальных очков кинул получается жестко вбрасываю в этой части составишь бедик вправляемся хорошо мне кажется просто есть много вопросов наболевших у аудитории по поводу нас и почему мы таких так скажем хуёвый да олег есть наболевший вопрос у зрителя почему сос перестал ходить на конференции да они спрашивают многое составили кажется что конференция такая очень тонкая вещь типа что ты себя не можешь сдерживать и я не могу ты блять ты меня тебя не может держать я вот на прошлом конференции себя сдерживал но все равно не блякали со всех сдерживающих что значит сдерживать себя есть кот там природа поведением олег себя повел так саша ведете кто-то скидывает с трибуны разные вещи что про пропиариться кто-то пошел на этот стрим где были новые команды и пытался задеть там менторов мне кажется комментаторского цеха россии уткина пропиариться за счет него и вкинуть вообще на весь российский футбол а я не знаю всю кухню российского футбола и говорить про какие-то запреты на телевидение я блять работу на телевидении вот завтра буду работать на обсуждать зенит спартак и вы думаете что мне кто-то написал сообщение топи зенит или спартак я могу блять за эти эфирное время сказать то что я думаю о спартаке и зените а человек сидит блять с этими уже этих усов уже нет противных и вкидывает на утки на и говорит что вот вы там всю жизнь работали по шаблонам вам говорили что это нельзя то нельзя мне кажется что уже в этих конференциях нет такого кого-то идеала то что вот таки ла сидит и где-то сдержанным где-то может быть агрессивным аудиторию один хусь сильно не устраивает не это уже вот вопрос наверное самый горячий почему нас хейтит то есть и за что за что и почему сам я думаю что мы как как-то начнем ты как думаешь олег потому что у нас такой был старт мы изначально так ну у нас такое как сказать была такая идея для людей и мы как бы не отрицали того что мы кайфуем когда нас хейтинг когда нам кричат с трибуны пошли на ярко такого не было ярко залетели и на самом деле я мега что-то прекратил я вкидываю только в адрес тех кто ну кто меня действительно действительно либо подбешивает либо ну хочется знаешь как-то зарубиться мотать мне кажется саня на то видео когда и все решили что залетел такой текила богатый мужик состоявшийся и тут вкидывает нам простым народным ребятам такие вещи и мне кажется что здесь неправильная реакция аудитории пошла ты-то спорю с человеком который может подтянуть и я спорил с германом на это герман обискал давай послали на дерзал вот и мне кажется что герман он ну не не бедный мальчик каким он себя любит показывать что он бедный блогер приехал из деревни и тут такой весь народный я уверен в том что аудитория сейчас смотрит и сразу же они думают вы просто охуевший сидите тут со сразу вкинул про про ков про райзен то есть фанаты брокко сразу против фанаты амкала сразу уже против я же аргументирую они могут этого не понимать понимаешь или они не может но они хотят не возьму что-то подел что они фанатеют по ним но это их проблема не мои такие футболе принято в медиафутболе принято что типа наоборот все друг друга наклаживаются поэтому такие красота имеешь виду если вы типа нас не было что все нос не было и все как раньше нахвалили мы залетели и началась вот эта вот тема и сейчас вот под этим роликом куча комментов будет против сос потому что именно тебя за амкал то что ты сказал что я и не азарь германа я с этим конференцию накопилось саня с этим живу я не меняюсь у меня есть не такая позиция с я считаю что есть а псевдо вот это вот так скажем маски амкала сосу тебя накипает я но я понимаю и может быть может быть я не зря запустил этот голосование в телеге основной хейт в адрес кого вы видели или нет у себя же в телеге брат я запустил я проголосовал означает ли что проблема во мне и сосе не будет сос и не будет меня будет на спорте который хочет лев сос же правильно сказал абсолютно который хочет аудитория которая голосует немножко отмотаем назад со сказал что вот эта история страш током началась тебя но на самом деле все началось с прокопа и прокоп это очень классный кейс того как его сильно хейтили когда он возил амкал и начал эту историю в тик токе благодаря чему в принципе он и получил популярность потом ушел в тудроц и вам кал и затем его аудитория полюбила и это жестко прям демонстрирует эту историю когда тебя команду человека неважно сначала очень сильно ненавидят сначала очень сильно ненавидят его прям его ненавидели амкал овцы он перешел вам кал показывает результат все они его любят как могут команду точно также ненавидим каловцы в какой-то момент переход я просто говорю о переходе между тем когда тебя хейтят к тому периоду когда тебя начинают любить и прокоп очень сильно переживал когда его хейтили нельзя сказать что он этот хейт проглотил и все было легко и просто нет он тогда переживал мы с ним сидели обсуждали всю эту историю переход случился то что он пошел умер в тудроц где большая аудитория тоже ну да и он собрал его аудитории там и тут получится ли сделать это у нас и вообще еще от отдельных тебе вопрос лев ну ты ты видел это голосование нет я не видел ну я тебе сейчас рассказал заебись и лев следит за моим телеграм когда это было два дня назад я смотрел себя что не обнаружил вот ну ты недавно это новичок наш камень и привет я олег вот на протяжении сезона возникало там от руководства какие-то такие посылы возникали что типа давайте сбавим обороты не будем такими жесткими там после матча там сохраним лицо и так далее ну типа тебя как руководителя устраивает тот хейт который вывалился на команду чтобы ты хотел поменять вот сейчас мы концу сезона такие все открылись и начали разговаривать да как есть но там после игры между собой в коллективе вот интересно вот у тебя вот какие внутри чувства какой как у руководителя вот периодами меня доставляет прям я очень сильно начинаю переживать из-за того объема хейта который нас сваливается особенно это случается когда этот хейт застает нас в самый неудобный неожиданный момент я даже не переживаю а немного расстраиваюсь потому что действительно это иногда влияет на наши результаты это влияет на какие-то наши показатели нас хейтят нас дизлайкают наш канал в ютубе не развивается это безусловно влечет за собой негативные последствия здесь не может быть идеальной картины мира мы не знаем как бы нас любили ли хейт или если бы мы были белыми и пушистыми если бы не было текила или если бы такие ловил себя по-другому мы сейчас ведем себя в принципе так какими мы являемся просто иногда случаются события которые мы не можем контролировать случай с болельщиком случае с воликом когда он там с болельщиками ты драться и многие такие мелочи они потом выливаются в какие-то другие события неприятные а если нас хейтят если нас обсуждают и это происходит в адекватном ключе то в целом меня это устраивает естественно когда говорят про таки лови процесса как главных антагонистов на спорте и всех других команд это нормально каждой команде есть такие люди это я в каждой команде у есть фанаты но их почему за это не хейт саня как вообще если на него дали и на канале броков есть негативный комментарий по поводу там поведение того же райдена и дроты сами писали о том что блин ну красную карточку надо было показывать это уже за грани добра и зла были такие комментарии просто вот как вы можете ответить на этот комментарий я не знаю или поржать или аргументы может быть какие-то найдутся более зашкварные отбитые ущербные команды в медиафутболе просто нет тудроц красавцы что вынесли мусор не свою позицию транслирует а ту позицию которую он впитал от тех на кого он подписан тудроц брокер все пытаются нас выставить в не самом лучшем свете олег не у тебя комментарий написал просто было скучно я сидел дома нет там есть другие капитали давай еще интерес отухшие зелень это я бля если мы выиграли нам вообще было похуй все бы еще больше нас обозлились бы что мы бля выиграли в мать а вялая петрушка блять да ты помнишь мне тогда вот плохо сделал это тебе зато олег лев хорошую вещь сказал что есть вещи которые от нас не зависят это очень личностью создание мы личности да но есть какие есть я сейчас вот подхватываю эту мысль о том что мне безразличные комментарии не читаю я от всего от всего отписан и от всего отписан я на себя беру я понимаю что это будет обсуждаться у нас сколько процентов на футболистов накинулась ну вопросу 6 процентов все хорошие ладо хороший алекс хорошие все остальные ребята африканцы хорошие тара вообще идеальны я продолжаю вот про эту мысль льва что они это берут разные ораторы других команд и делают реакции записывают ролики много говорящих голов которые против нас правильно транслируют свою мысль на аудиторию они это подхватывают у нас мы перейдем к этой теме но я имею ввиду что ну от от ольва от меня текила тара тебя бег не зависит то что кто-то снимет какую-то реакцию кто-то какой-то триггер может цепить аудитории который вообще можем и все не заметили и он снимет и триггер нет и скажет о значит нас пользы такие плохие тут я считаю что любую нашу позицию если правильно донести правильно преподнести ее для аудитории то я тебя уверяют то процентное соотношение будет меняться я тебя уверяю что брокер если на них такой хоть еще с этими двумя биполярщиками упал они бы уже закрылись бы они бы закрылись зная они морально слабые они просто орут но я вижу что их трясет при личной беседе они тяжелые с ними тяжело общаться по что они начинают паниковать да они хорошо может быть там потом на аудитории в спокойной атмосфере за чашечкой кофе блять сидят у себя под камеру в закрытой локации все у них хорошо а когда они выходят и с тобой один в общаться я с ними общаться я один в один смысл и я с людьми с людьми люблю общаться один в один физически почувствовать их энергетику у них слабая энергетика они привыкли общаться на камеру и вот тут они как-то как раз таки готовятся потому что вспомню тот конфликт с прокопом когда ты вспылил после ситуации с олегом с райзином да и раскрыть он ситуации он тебе он к тебе на вы на вы на вы потому что хотя я уверен в душе ему хотелось и тебя скорбить и что угодно но он блять знает что аудитория посмотрит скажет какой прокоп молодец он на вы общается с главным тренером причем ты нет и я же у меня были эмоции не был посыл большой каждый подходит иван там по 20 лет и вы начинаете ему рассказывать это хорошо или это плохо да он это все понимает ему этого не надо сейчас его надо оставить чтобы он походил подышал воздухом и не надо его трогать ролик пойдем выйдем и все я вообще его не трогал отошоп аж я понимаю что сейчас человека нельзя трогать он на эмоциях а люди подходят и понимаю что сейчас это этот момент для хайпа и они начинают свой момент отрабатывать перед камерами засветиться и так далее что я был здесь в эпицентре событий это их они артисты они молодцы о чем ты говоришь они прям круто отрабатывают они могут манипулировать аудитории но не нужно ли нам тогда принимать эти правила игры и работа же в меди на футболе мне кажется если чуть-чуть копнуть глубже и посмотреть на уровень выше то нам не хватает форматов в которых мы могли взрывали хотя бы доносить свою позицию по каким-то насущным вопросам и вот то что мы сейчас здесь собрались возможно будет ключом к тому чтобы в дальнейшем у нас как минимум был еще один способ достучаться до аудитории кто хочет преподнести эту информацию так как ему нужно он это делает на спорте почему-то особенное опять поехали на день раньше все на автобусе они на поезде писали ребята что у нас портили в отеле бассейн какое-то невероятное мероприятие рост и вот или это же где у то о чем я говорю не то лево о чем я игру что мы столкнулись в этом сезоне с проблемой наших медийных ребят которые не парируют этим вбросом и не делают собственные то я не жду этот футболистов они живут по другим лекалам до который у нас в команде а именно ребята которые приехали так знаешь как я их назвал вы для тик ток движухи у них был такой они выехали покайфовали пообщались лев организовал нам завтрак обед ужин организовал нам еще какие-то активности у нас прикольный отель мы живем и раньше приехали хотя влог супер мне очень понравился я такие с такой легкость его посмотрел вот утром и вообще утром не люблю что-то смотреть я просто налил себе кофе сегодня включил этот влог не кайфанул я кайфанул честно и как наши ребята футболисты залетели ладо марки и другие ребята залетели как володя потом пришел как ты сани зашел как лев пошел показал как алекс едет в бизнесе там атаки вас володя сидят там спокойно едут уснули ну вот эти какие-то моменты я считаю в этом есть крутой посыл подытожить хочется по поводу гнева и хейджер все согласны с тем что нам нужно работать над собой пытаться избегаете вот этих моментов когда мы как лев сказал не зависящих от нас момент то есть их надо предвидеть где-то надо было значит схватить волик и увезти его домой где-то там я не знаю нужно было соса поговорить где-то со мной где-то с олегом значит настроить что будет там конференции чтобы не было этих бросов будем ли мы работать над собой чтобы было меньше хейта хотелось бы правильно да ну все давайте с этим можно таки но мне кажется это такая очень цикличная тема которую ты никогда не закончишь на да даже правил работу над собой сказал что я на конференции больше ходить не буду пока мы не играми не буду ходить в ака мы не выиграть второй сезон или кубок я не буду ходить не на конференции за того что ты победил и хочешь быть победителем на конференции за того что за того что я считаю что с этими людьми надо разговаривать на футбольном поле вот и все это позиция когда я послал всех сейчас ты говоришь дизлайки я говорю о тех людях которые все равно принципиально нас ненавидят даже когда мы реально работаем над собой уши мы делаем всегда плохо типа мы всегда разыграть какой-то агрессию несём нет совершенно нет но есть люди масса некая которая нас все равно хуй сосит мы для них игры пожизненный я говорю про них что для них стараться меняться и быть лучше абсолютно никакого смысла нет нужно брать охуенных футбиков и делать продолжать то что мы делаем все окей и сердце мхе с хейтом еще раз как передача называется еще раз подытожить хочется я не знаю вы можете относиться как угодно меня он реально под заебал хочется не исправить ситуацию не типа быть белым пушистым нет просто хочется более грамотно если вкидывать то отвечать за свои слова и хочется не ну не шкварится как там волик там каким-то высказываниями жесткими которые но вообще не нужны к тебе вопрос тогда вот ты вот сос правильно сказал версию что его большая часть там нас хуярит за то что такой пиздатый весь саша текила пришел в часах в ролик и делает о том что мы вас разъедем акту комментарий так подожди по факту комментарий пишу что он играть лучше чем жека и некий ты он забил больше чем они слушаем мы блять знаем как никто как там сани играет и старается и отдается объективно 43 процента проголосовала против меня если блять вот для на спорте будет охуенный мой уход давай в комментах давай я уйду давай я уйду а это хороший вопрос куда я могу уйти в случае ухода и ну вот давай давай так по фантазирую блять вот куда бы то уж и вот какую-то первый взрослый команды сброс я тебя команда ждут когда потому что кто-то скидал скрин то что я вышел из группы потому что нас группа огромная у нас произошла это сделал некоторые чисто некрасиво ты должен был написать объяснить почему ты вышел добеги вышел я вышел на вторых если бы я бы ушел бы из на спорте хочется доказать ему можно маду которую бы ты ушел хорошо ростов окей фантазии я бы не ушел потому что но я не брошь как богат не не делал не в этом там похуй богат ты или нет ты по жизни либо брок либо не брок я не сломан нахуй мне это не нужно если бы я вомкал не вообще не мой вайб на разных планетах вообще живем как будто тут рот но если если внешне еще знаете как бы обертка мне очень нравится там как они выглядят как они снимают ролики в эмблема там я знаю форма то есть они у как одеваются дата внутри внутрянка мне она не подходит потому что играют профики я там себе место не нахожу потому что ну блять это что мне нужно не нет а на бровке блять торчать там я не знаю бои по мы со всеми но нахуй это нужен то есть пидроц тоже нет я думаю если бы я ушел то это новая команда новая команда баскетболь на не баскетбол тоже файлера назови команду но нет такой новая команда была бы новая команда шоу бы когда мяна в команду там бабки члене наши друзья из венлайн ждут тебя в своем приложении скачиваю по ссылке закрепленной в комментариях регистрируйся и получаем до десяти тысяч прибыль наслаждайся игрой с венлайн вот вопрос такой если уйдет допустим саня да потому что мы все прекрасно понимаем даже даже люди которые пишут плохие комменты прекрасно понимаешь чтобы было блять вот чтобы было типа с на спорте если бы не саня вопрос к тебе и к тебе 3 а я пошел что ты делаешь я считаю что вопрос если бы предлагать наклонение это не очень уместно не каждый впишется так блять за команду блять чтобы жертвовать нахуй собой блять да я вот только ресурс или даже когда он пел пел я только рад что саня сбрасывает и когда у нас такая волна хэйта которая не вводит саню в нестабильное состояние такое бывает был порой я это говорил льву когда нельзя меня а из-за чего-то из-за когда ты да да вот я об этом уже говорил еще раз повторюсь когда ты не можешь повлиять на ситуацию и это все равно лавинообразно любая команда бы хотела ты килл за что блять но не за футбольное же качество то есть они бы хотели его потому что он охуенно блять умеет двигать медиа сто процентов на не только медиа вопросы лидер ты лидер мы его потеряем нам пизда он мотиватор мотиватор больные люди которые присутствовали на наших матчах и которые плюс минус следят за нашими выпусками и по общению со мной они говорят что саня по самоотдаче это идеал любого тренера ну к этой же группе можно и тебя отнести олег и тару вот и я думаю что у сани ну самое главное что для медиа движухи он личность после мгс отдал кислород потому что он не выпал с этого мы там проиграли в полуфинале мы вылетели по факту мог спокойно взять и сказать что там лев спасибо спасибо команде я пошел заниматься там продюсировать петь мне мне всегда нравилось футбол играл я тебе просто бы никогда в жизни даже не мог подумать о том что я буду в команде которые я считаю полу профессиональной команды ну там с некоторыми даже супер профессиональным подходами еще и играть нижнем ногороде да там при зрителях и ставить рекорды в 127 тысяч это просто пиздец и меня это мотивирует на следующий сезон не только потому что хочется первое место до завоевать и быть уже с каким-то титулом вкус почему хочется именно блять на таком стадии на чтобы было 200 тысяч и 300 тысяч люди которые нас не признают в медиа да специально по что им накрутили это они вот имеют такую гипотезу что да похуй типа тут рост и так бы набрал эти цифры вот это вот и кстати говоря это одна из причин по которым лично я не захотел идти на мкс потому что первое хочется отдохнуть от футбола но реально блять мы сколько три месяца занимались да даже раньше раньше начали просто снова года можно сказать да и во вторых хочется чтобы другие игроки наши извлечили танец ты хочешь отдохнуть от футбола надо тиммкс там футбола не будет да я думаю будет там уровень футбола выше отчеты хороших кинул нормально поддержи меня рейси может быть мы в этом ролике какой-то комментарий для дизлайки в сосу чтобы но ролик сосу чтобы ровно запить дизлайк давайте если вы хотите если вы рядоваривайся сюда пишите комментарии а давай просто четыре или сколько нас пять комментариев и каждого ждала так если я как бы не вписывать в эту движуху просто пусть пишем давайте пусть пишем диагональ видео вообще не ставьте их на хуй просто но пишите в комментариях ставить тем более кроме нас никто не и светлый и третье по поводу мкс хочется посмотреть что ребята там тудро сам калбровки кто еще будет что они смогут сделать между собой на этом турнире они подожди лежали мы не 5 на спорт кстати говоря по поводу и 5 на спорте акция идея вы знаете это я озвучивал я хочу сделать майки е5 на спорте и это будет как блять вот есть его нормально будет у нас и 5 я хочу просто номера на машине поменять е005 н.с. хочу просто не 5 не хочет бомба давайте все идет блять прошлый сезон прошлый сезон мне хочется самое яркое впечатление каждый из вас можете сказать плюс и минус прошлый сезон сам факт ворваться в такую движуху забить гол как и почувствовать себя футболистом а плюсы значит ёбно дразина минус конфликты просто вот ну то что мы ведемся на провокации вот это ты говоришь лично именно команды как ты думаешь команды почему команды не вестись на провокации команды да сами блять другие скажут мы сами подкидываем и сами конечно сегодня зато мы те кто мы есть по мне очень сильно понравился этот сезон он оказался очень долгим мы начали реально после нового года прошло шесть месяцев был матч сам калом очень запоминающийся невероятно победу потому что никто от нас не ожидал все думали что мкал точно сделать свое дело но мы вышли и показали что все наоборот и 2 запоминающиеся моменты когда мы выходили уже в одну вторую когда макс потащил буллит и все и мы побежали я пересматривал этот фрагмент замедленном действии вас 40 у меня если честно эмоции просто вот через край потому что каждый матч для меня был как шоу и камбэк блять нереальный и хэд-трик блять нереальный вы честно для меня кто бы что там не говорил матч тв или еще что-то ммвп дали мне блять туру вы вообще приколите ребята были мы играем с профилем полу профи 200 человек блять футболистов а таки лаем библи 2 тура это уже достижение я считаю поэтому каждый матч минусы объективно минусы к сожалению то что я озвучил в раздевалке и мы ребятам некоторым озвучивали ну что не было инициативу у группы игроков 40 процентов игроков которые были у нас заявки то есть по какой инициативе я говорю футбольная и медийная инициатива то есть если ты не футбик развивайся меди если ты не медиа ходи на тренировки у нас несколько человек выпало и я отдаюсь полностью любому процессу я не понимаю как так можно поэтому это нормально в целом что когда кто-то старается происходит разное что-то у нас получается что-то блять не получается мы в разных ситуациях бывали конечно же хочется какого-то какого-то не знаю поддержки от той же команды кто не может по сути отстоять блять интересы команды вбросы всякую все кухню поэтому поэтому очень много мест которые заняли люди которые ну к сожалению к сожалению ребята хорошие никто не говорит что мы их там с ними раз разошлись потому что они плохие люди потому что они к сожалению не могут оказать нужную поддержку блять команде это важно блять это медиа лига о дофига было очень много положительных эмоций вот самое главное для меня это что я не ошибся с выбором закончив профессиональную карьеру и то что здесь мне дает тренер играть продолжать футбол и здесь реально хороший уровень футбола если прям яркие моменты это на 33 игры с боками это было по эмоциям вообще ты видел мой настрой на вторую игру все было на такой грани мы еще поспорили эмоции конечно были прям вообще запредельные я прям кайфанул от этих трех побед вообще минусы это то что мне очень жаль что мы остановились на стадии полуфинала и причиной и я уверен являются многие наши лидеры получили травмы это минус если бы не травмы двух-трех игроков тот же конец до лима я думаю мы бы даже вытащили и выиграли бы этот турнир я уверен димана позволяя добавлю по поводу причин почему проиграли это анализировал еще ушел в период когда мы подавали заявку и тогда мы просто неадекватно отнеслись к просто к заявке к турниру мы реально думали что это будет медийный турнир где очень много игрового времени получит медийные ребята и реально заявили 24 человека в блоке медийных футболистов из них окей три человека были футбиками там 34 но реально 20 человек были блогеры и тиктокеры артисты и так далее в идеале следовать пути тудроц когда у тебя очень большая обойма футболистов профиков вне зависимости от того как они заявлены как медийные игроки как профики были случаи что там подгоняли под медийных игроков не буду пальцем тыкать ну я думаю это основной минус потому что я просто смотрю с точки зрения результаты я не люблю проигрывать и вот я после игры сразу же написал мы соску и льву написал что есть цели вообще задачи и желание создать команду и выиграть следующий сос для тебя яркие моменты кроме диагональ это самые яркие моменты какие еще приход тарасова приход вот молика на днюхи мне как молодому специалисту мне очень приятно иметь в обоими таких личностей как вы и сами сотрудничать развиваться общаться где-то спорить где-то соглашаться где-то нет и на меня еще смотрят как на молодого тренера на мой рисунок на мою философию и мне потом пишут более взрослые коллеги что диагональ топ мы смотреть что нет и прикольно что уже у тебя есть такой опыт выступления на большом стадионе что мы все делали каждый матч для любой команды праздником это очень важно что каждый матч с на спорте это для людей как вот наш как отметка какая-то в календаре когда вот этот матч и красная тряпка самый яркий день и самый был бы праздничный день когда мы подняли бы этот кубок над головой он не состоялся а все остальные дни это такие маленькие ступеньки яркие в наше в нашей истории будут которые но мы будем все вместе садиться вспоминать всегда с добрыми мыслями я есть честно быстро отпустил ну там через два дня наверное и меня поражение очень сильно мотивирует для того чтобы двигаться дальше уже хочется и не терпится войти во второй сезон все-таки вот уже через пару дней финал тудроц бейсмен где мы могли бы сыграть да это будет аншлаг на стадионе в тб арена по футбольному все психологически вы уже знаете обе команды очень важно кто выиграет и кого бы тебе хотелось видеть победить я думаю что выиграет бейсмент и просто бейсмен да у тебя лев какие ощущения чисто субъективно мне кажется что тот коллектив тудроц который выступал против нас он не показал того уровня сопротивления при нашей ну скажем так не самой лучшей игре я думаю что если будет ничья и дойдет до буллитов то тудроц выигрывает потому что они были всю жизнь этим занимаются сам я думаю что мы в душе не болеем за тудроц не поддерживаем тудроц для нас как красная тряпка как и мы для них если бейс мы меня ёбаные игры студроц они были реально болезненные потому что там это был полуфинал мы не прошли да здесь 51 ёбаный свет 5 это ту матч и опять полуфинал ну то есть нету более болезненных игр как студроц поэтому я жду следующей игры я не знаю как мы уже будем готовиться не хочу говорить что мы там переедем или еще что-то нихуя мы просто будем готовиться и вот надеюсь что все звезды сойдутся и мы в максимально блять лучшей своей форме подойдем к этому матчу и наконец-таки докажем всем что мы не просто пиздеть пришло они так ни разу и не вышли против нашего основного состава то есть у нас все равно это уже никого не я первый раз против них вообще играл первый раз сыграла мы первую игру с бейсмент я сразу сказал что мне команда очень понравилось именно в игровом плане как они играют студроц сыграл сейчас игру первый раз не могу сказать что я там увидел что-то выдающиеся эта игра была я считаю до гола этот гол и мы тоже могли забыть у нас был момент с углового моду хорошего забей 1-0 да мы могли бы и это броняться и этим составом и тем настроем который у нас был в эту игру а у нас его не было ни хера настроем мы проебали просто сами себе есть информация что по поларом это блять самая худшая игра была мы это будем об этом говорить давай но я так скажу или некое отношение к бейсмэнду по что я и рекомендовал шаму на этот пост и я один из тех кто вообще предложил этим людям создать свою команду заветели медиалигу у тебя брат там играет я ланчик там играет поэтому ну скорее всего будет статус победителя в этой игре бейсмэнду но у них есть кризисы к сожалению у бейсмэнда есть проблемы в обороне ященко нет у них там к защите красную карточку получил прошлый матч еще у них сын кузьмина его на носилках унесли когда он уехал позиции я думаю что многие ребята зациклись лично на себе я а потом команда и это и это многие я не буду сейчас фамилии перечислять то что у нас есть четыре футболиста которые прям я я я вот видно было мне нихуя уже давай не хочу крама вышли я почувствовал все-таки что фанаты начинают барабан бить на разминке у наших голкиперов да и бесить их соответственно мне там сразу вкидывали на первых же минутах я почувствовал что для некоторых именно вообще присутствие когда на тебя смотрят ну там несколько тысяч человек больше чем на том же луче 8000 до для них это вот вызывало бандраж сигналом было когда таро подошел ко мне я уйду на он чувствует изнутри я может со стороны вижу другую ситуацию что темп сам я извиняюсь за этот работе или борщу соса расскажи пожалуйста про момент со средним пальцем с точки зрения того как это происходило добро от веса нет это быстро как это случилось была ли возможность нам зафиксировать челлендж чтобы судья посмотрел или это вообще произошло так стремительно что я даже этого не видел во первых и мне кажется что нас мы не придали потом 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 уже случился гол и у меня фокус внимания уже был на том как нам на час отыграться что это челлендж он просто растворился у меня и я начал спрашивать быстрое мнение рядом стоящих людей я говорю берем или не берем я проанализировал это и есть конкретное предложение на следующий сезон ко мне подо во время матча ко мне подошел беги говорит там скраб показал какой-то жест болельщикам я не придал этому значения на видео есть как тебе то же самое сос подходит и говорит краб показал факт это удаление чисто мы не придали этому значение потому что мы все как игроки как тренерский штаб должен быть заинтересованный человек на трансляции который сразу же бы позвонил бы в через 20 секунд или сколько идет там задержка позвонил бы либо он все время должен висеть на звонке чтобы избежать нам в будущем таких ситуаций потому что с филом когда долбанул пара и можно было можно было бы газовать бы самая любимая что комис который не был с нами на матчу он в чатике в этом моменте позвонил бы перед тем как мы перейдем к финальной теме что ждать какой будет на спорте во втором сезоне вопрос из зала ребята двойной вопрос к сосу и к льву последний видос который прям везде было где володя ксель плачет говорит что там он сломался и так далее там все видели видосы все же да первый вопрос к сосу если ты говоришь в пользу то что ты принял решение чтобы дарима не сломался его не выпускать на там у бейсбол и так далее по нему xxl играет там со бейсболу второй вопрос к льву как ты относишься к тому что xxl плачет типа вот прям только что это видос заливается выходит новостью егорова типа xxl вот тогда в броке и в этот же момент он уже веселый такой классный кружок записывать типа клёво что скажет я борис я хочу бро спасибо создавая с тебя давай я могу начать ну я к этому не могу относиться положительно потому что сразу полезли слухи о володе гов броке миллион комментариев и володя сам начинает вестись на эту провокацию и уже хотеть сыграть за броков я не могу к этому хорошо относиться понятное дело и все видели как он плакал как ему было больно после матча и ему нужно восстановиться набрать форму при этом у него загорелись глаза выступить снова на сапсан арене перед аудиторией и почему-то сыграть за броков соответственно ну я категорически против а ты с ним разговаривал на тело да я с ним разговариваю как бы что он он не понимает что это важно во-первых сохранять какую-то преданность своей команде ты не можешь просто так менять футболки туда-сюда и в целом я допускаю что аренды даже на мкс они могут быть но каждый случай должен рассматриваться индивидуально в случае с володей который ну реально страдает с голеностопом и уже достаточно давно нужно его сначала залечить потому что это ценный кадр это ценный игрок который обязательно принесет пользу нам во втором сезоне я я в это верю на чем-то сошлись узнему он понял то услышал сказал я хочешь поговорить со сам но я в целом тоже против и егоров и мне и разин предлога какие нахуй брокки я просто не понимаю они нас хуй сосят кажется они и не это не вброс это реальное предложение и гора вообще хочет володю иметь у себя в клубе это как раз все что касается двойных стандартов как только володя текила в другой команде вы все вы враги номер один вас надо обвинять во всем чем только можно как только появляется возможность у вас как-то из этой экосистема выдернуть и поместить в брокки а почему бы и нет егоров ну отличный журналист он понимает как манипулировать аудитории своих интересов сос засекай у тебя есть 37 секунд на ответ на самом деле здесь я вижу терапию такую от володи по что творческий человек это мы не должны про это забывать и у него уже были подобные ситуации когда он пытался ну перед аудиторией высказаться и получить от них обратно какую-то реакцию володя xxl он себе требования возвышает но у него есть как скажем его способность которые не всегда соответствуют его амбициям и здесь мне кажется володя хочет опять же таки здесь сейчас как и вы все реабилитироваться в другой команде вот таро это очень важно как можно реабилитироваться именно как как команда или я как футболист это очень важно он хочет реабилитироваться я как футболист это не предательство для тебя для меня это предательство для меня это неприемлемо я считаю что у меня но я льву это грюшка интересно то есть я вот в таком ключе даже не думал что я и команда этого как аргумент будет для меня если мы выделим блок для этого я здесь расскажу две стороны как можно себя ответ ответ исчерпывающий у володи было микро повреждение которое позволило ему принять участие в этом матче дима тарасов по той же причине он прошел хороший качественный курс реабилитации который позволил ему играть на этом в этом матче что касаемо делим и все так скажу авторитетные специалисты в медицине которые работают в топ клубах и также наш доктор что сказал подождите не перебивайте пожалуйста вот они сказали что ребят если вы хотите чтобы он не хромал всю жизнь выпускать его на этот матч все исчерпывающий ответ еще вопросы будут скажите быстрее только не соус еще как его говори давай артем если команда или для тебя важно уже выходить на поле как футбик тебе не важно несовершенную простыка приходил тебе нравится движок знает мою позицию о том что я лучше всех спокойно да нихуя это пиздец деньги предлагал тренеру как ты думаешь какой гол более курьезный гол олега или один из или один из прострелов какой гол лучше честный фарт у меня блять трудовые корявые голы блять сложно по техническому исполнению и так и коррекционно у олега был поймать конечно поймать мяч который летит верхом это очень у меня блять голы чисто трудовые блять открылся прокинул себе забил чисто бензинам замкнул блять я во втором сезоне выйду сто процентов куда из дома из дома тебе будет норм если не выйдешь что ты да ибасом если вы просто нахуй короче олега можно я за тебя потом в конце отвечу я не буду говорить короче я во втором сезоне выйду сто процентов потому что я против олег и второй вопрос если саня уходит из команды тоже куда уйдешь ну я даже не хочу этого представлять ну все давайте не будем вдруг будешь создавать свою команду и знаешь что есть один одинокий тренер блять давайте сейчас поговорим о будущем за второй сезон пацаны с рядом игроков мы попрощались с точки зрения футбольной составляющей мы им объяснили что на что мы будем делать акцент во втором сезоне мы поняли что медийности олега майами тары володи xxl текилы и еще ряда наших медийных личностей там рома гриценко и так далее достаточно для того чтобы фигурировать как медийные команды на этом рынке потому что мы видим что новые команды они вообще без какой-либо медийности я думаю что сам бренд на спорте уже очень медийный сам бренд на спорте точно входит в топ-3 с точки зрения футбола на что будет делаться акцент расскажите пожалуйста если я не буду играть я уйду из команды о ну вот мы делаем акцент на олега на самом деле как на главного профика ну а если серьезно то современные реалии медийного футбола диктуют нам свои правила качество футбола является ключевым ориентиром и приоритетом для каждой команды которая будет бороться за высокие места на во втором сезоне медийной футбольной лиги надо называть вещи своими именами не надо прикрываться тем что мы сейчас возьмем кучу профиков и их раскроем мы будем работать над тем чтобы повысить свои навыки раскрытия персонажей наших футболистов мы очень хотим приложить усилия в этом направлении тут надо понимать что я вот анализировал другие каналы других профиков да в других медийных командах что если человек сам не создает youtube канала не начинает активно вы заливать контента систематично каждый день то он не становится медийным то есть нет ни одного кейса профика который пришел в команду там допустим амкал но я не видел напишите в комментариях может быть я что-то упустил ни хуя ничего не делать никуда ничего не выкладывает но у него медика пиздец как растет нет если мы посмотрим на там допустим того же газа у него активный канал он берет интервью и так далее и он таким образом повышать свою медийку безусловно мы планируем увеличивать бюджет на футбольную составляющую это очень большая головная боль сейчас ты знаешь для тебя это не секрет будем искать новые источники для поиска футбольных талантов это не мы сейчас сформировали рынок медийного футбола на профиках потому что все что нам вменяли раньше что мы там сломали рынок те прекрасно видим как одна команда пытается сходить игроков из другой команды иногда это происходит за спинами у руководства и у президента у тренера нет контракта я считаю что ты можешь это нормально если есть контракт и делала мать иран контракт это нормально это вопрос контрактов я думаю ну и уже взаимоотношения там дружит и не дружит с этим человеком тут сразу коммент летит лев они мы ли привели медийному футболу профессиональную составляющую выпуская на поле как нам говорили половину там африканцев вибраниуме он никого мясо наемников и так далее которые не были вообще никак раскрыты и может быть все таки мы начали это это подхватил тут рост такие команды как бейсмент и вот сейчас это выливается уже в сану у нас же этот перемешку было все понимаешь ну как на поле кто делал результат если говорить про мкал например но когда мы играли но и по факту три или четыре человека что у нас даже лакер не в сань мы всегда как минимум старались соблюдать баланс мы никогда не делали так что смотришь заявку и не понимаешь вообще кто на поле со многими командами заявку которых или стартовый состав которых я просматривал было именно так я считаю что сейчас более-менее был хороший регламент 4 и остальные там вопрос как дима тарасов попадает в медиа игрока когда он был профессиональным игроком я считаю что регламент справился с этим ну потому что если есть если подожди саня что тогда надо создавать опять же таки кдк такой более глобальная кдк в которой принимают участие все боссы команд будешь ли ты топить за это если бы я за мединых игроков ты будешь топить я тогда что как можно больше медийных игроков где самые-самое главное название это мфл медийная мы бы кажется про это все уже начинаем забывать я медиа уже от оси и лев я я считаю что второй сезон будет профики на поле медийные на конференции я не считаю что надо будет я не хочу чтобы так было я не хочу чтобы так было я я предлагаю что давайте тогда договариваться на конференциях как это мы делали сартом как это мы делали с ничего обычного в пол заменим матч за 3 я предлагаю так что если команда равноценно ты же видишь что каждый матч регулярки очень важно выиграли бы мы на один матч больше мы бы попали бы в правую сетку и мы выиграли бы в финале медийный просто выпускать медийного пошел медийный или мы выпускаем медийного который посещает тренировки и готовится и которому это нужно я ходил медийному человеку я здесь не только шутки пришло шутить я хожу реально на тренировки это же мне нравится футбол и я реально жду своего выхода на поле потому что я знаю что я а блять посещаю тренировки б блять я и башут круглосуточный спорт нахуй я готов блять любой момент я за это но ты хочешь хочешь выходить против блять системы российского смола будет у которых 15 тысяч за премию им похуй эти ноги переломат хотя потом 3 это тебе спасибо что ты там не готов там моими ногами жертву я я тебе говорю что я стою я стою я стою заряжен я пришел не играть с нежными или со слабыми блять я пришел играть футбол салат удроц блять очень важный момент вчера мы разговаривали с колей лакером и когда ему привел такой же аргумент как и тебе сейчас он сказал нет нахуй не надо я хочу выходить когда будет бой шоу мать да на атака характеризовал его не хочет ну да и много потому что коля лакер хочет играть в приятной атмосфере то что он там должен был сыграть в матче это уже заезженная тема он калом нет какой бы составом кала и так далее да это другой момент но будут и команды уровня того же арта вот именно до 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 после 5 тура до заявочного на был мачты до 5 тура вот такие команды с д до 5 тура мне кажется если не будет четкого регламента уже не будет ни одна команда не хочет проиграть все это понимают принимая эту информацию лев у тебя как руководителя клуба какие задачи минимум стоят перед командой и перед тренером на следующий сезон и какая задача максимум мы не можем ставить задачи меньше чем мы уже достигли соответственно полуфинал вышли мы сейчас должны выйти минимум финал если мы не выйдем в плей-офф для тебя это будет полного разочарованием и будут сильная реструктуризация до вплоть до там смены лидеров команд арен понимаю левыми просто интересно ну мне сложно поверить то что мы можем не выйти с учетом того как мы настроены но я общаюсь с ребятами из других команд с руководителями они тоже не понимают что делать сейчас они тоже думают где взять по сто тысяч на игрока и таких игроков нужно но ни один и не два соответственно задача выйти финал если не выйдем из группы но это будет провал пацаны на этой прекрасной ноте хочется закончить хочется сказать всем большое спасибо за этот прекрасный сезон спасибо на спорте спасибо в инлайн спасибо лиги и николаю потому что это было шедеврально это было прекрасно ставьте лайки спасибо воде мэр да нихуя блять они нам не заплатили блять вода мэр пейте всей семьей по ходу дела ему хватили все так же напишите в комментариях понравился ли вам такой формат и кого бы вы хотели увидеть но на этих крис лицах и на кресле ведущего потому что я не собираюсь здесь задерживаться надолго я буду приходить иногда точечно но вы сами понимаете если по эту сторону вы сидели бы брокер здесь тут рот и то мне бы не получилось бы вести и напишите вопросы чтобы вы хотели бы задать и кому самое главное пишите в комментариях